На пресс-конференцию с губернатором омские журналисты пришли как к президенту с табличками и темами вопросов. Организаторы предупредили, приоритета дадут тем, кто обозначит сферу интересов. Многие проигнорировали это условие, однако ответов от нового руководителя области ждали все, кто пришел. Я могу сказать, что лично меня интересует. И мне, если будет возможность, я у него спрошу по качеству госуправления. Потому что мне интересно, как он оценивает работу своих непосредственных подчиненных. Потому что он пришел фактически без команды, один. И ему приходится решать сложнейшие вопросы с людьми, которые вот здесь сейчас находятся. Я приготовил вопрос по поводу газификации региона. Они связаны с последними трагическими событиями. Недавно на одном из заседаний, когда речь шла о газификации региона, была речь о том, что много мошенничеств в этой сфере. Люди сдавали деньги и остались фактически ни с чем. Я не продумывал какой-то стратегии вопросов. На самом деле, первые сто дней, они не подразумевают какого-то глубокого анализа. У меня есть несколько направлений, несколько тем, по которым я готов задать вопросы, если мои коллеги не спросят об этом губернатора раньше, чем успею задать вопрос я. Александр Бурков готов ответить на все вопросы журналистов. Временно исполняющий обязанности отметил. Общение строим в форме диалога. В кратком выступлении он напомнил о своем первом существенном достижении на посту. В региональный бюджет ему удалось привлечь из федерального весомую сумму 8,5 миллиардов рублей, 7% всей казны. Благодаря этому впервые доходы Омской области превысили расходы. Теперь слово журналистам. Первый вопрос больной – экологическая ситуация. А мечам до сих пор не дают покоя мартовские выбросы этилмеркаптана. Александр Бурков заверил, подобного повториться не должно. Разработана и скоро будет представлена новая концепция контроля за выбросами промышленных предприятий. Это обязательные паспорта, экологические паспорта всех промышленных предприятий. То есть здесь позиция правительства будет жесткая. Мы обязываем не только известные нам крупные предприятия типа ОНПЗ, полиом или омский каучук. У нас сегодня выясняется очень много промышленных предприятий мелких, у которых нет экологических паспортов. И мы даже не оцениваем уровень опасности от их производственных мощностей. А вот выяснить что-то новое о судьбе обманутых дольщиков и пайщиков не удалось. По словам Буркова, это проблема всей страны. Сейчас в Омске 3,5 тысячи несостоявшихся жильцов и 31 недострой. 12 из них планируют сдать в этом году. Что будет с остальными, пока неизвестно. Есть, честно скажу, вещи, с которыми пока непонятно, как действует часть домов, которые в чистом поле стоят уже десятилетиями. Уже собственники, скажем, бизнеса, которые строили эти дома, находятся или за границей, или в местах не столь отдаленных. У людей нет ни денег, ни правоустанавливающих документов, ничего. В этом направлении работаем. Значит, по каждому дому подход индивидуальный. Хорошая новость для жителей Левого берега. В этом году начнется строительство долгожданной 29-й ГРС. А значит, газификация Старого Кировска не за горами. Помимо этого, теме газа посвятили еще около 20 минут. Но это уже вопросы безопасности использования. На особый контроль взяты заправочные станции. Недавние трагедии со взрывом бытового газа наглядно показали халатность предпринимателей. Да, прокуратура с ГУВД оперативно среагировали, запретили продажу. Но в других областях ее нет. В Свердловской области нет заправки баллонов. Их никогда не было на газозаправочных станциях. А у нас сегодня, понимаете, бизнес делают на все. Я вчера уже попросил правоохранительные органы. Я говорю, у меня большая просьба. Вот уголовные дела возбудили, чтобы у нас не стрелочники страдали в лице заправщика на этих станциях, а сами бизнесмены, которым мало было денег от продажи автотранспортным предприятиям газа. Они еще решили нажиться на заправке баллонов. Как остановить отток омечей в другие города? Насколько увеличится заработная плата учителям и врачам? Вернут ли ветеранам социальную выплату в 512 рублей? Когда и где появятся новые спортивные объекты? Какова судьба аэропорта Омск-Федоровка и Гидроузла? Александр Бурков ответил на все вопросы. И вот как это оценили сами журналисты. Судя по всему, губернатор владеет ситуацией. Сто дней он работал, не покладая рук. Пришлось ему не сладко, судя по последнему нашему газовому. И ЧП, и пожаром, и прочим обморожением. Тем не менее, он действует. Он не сидит на месте. На мой взгляд, прозвучали и достаточно острые вопросы. На некоторые из них губернатор постарался ответить откровенно. Но, если честно, я понял, что он еще не до конца владеет всей ситуацией, которая у нас происходит в регионе. Он еще только входит в курс дела. И ответы на некоторые вопросы были поверхностные. Губернатор был достаточно откровенным. Прежде всего, у него, наверное, так работа построена, что мы, в принципе, не нуждались в ответах по ряду вопросов. И отработана повестка и без пресс-конференции. Я думаю, что всем просто хотелось уже давно живого диалога с главой региона. И поэтому напрашивалась вот эта пресс-конференция. Нужен был повод вот эти вот сто дней. Александр Бурков попытался ответить на все вопросы журналистов. Так, часовая встреча со СМИ плавно перетекла в двухчасовую. Ксения Тойечкина, Сергей Гаврилов, Антенна-7.